ребята всем привет и сейчас я бы хотел с вами поделиться такой мыслью которая может быть кому-то будет интересно ну полезно я не знаю по крайней мере я так делаю в общем я с собой на выходе всегда где-нибудь поблизости то есть вот у меня или в штанах в кармане или когда я хожу в другой куртке вы видели у меня в карманах куртки вот здесь вот тогда так сказать на гражданке там в городе все у меня или в рюкзаке или в моем рабочем портфеле всегда лежит вот этот кусочек веревки она не длинная то есть тут буквально вот всего то сколько метр может чуть побольше самое интересное что с одного из концов веревки завязана петелька вот у меня в данном случае здесь обычная восьмерка узелок завязан здесь как бы ничего нет но иногда я и здесь делаю петлю когда отправляюсь на одиночные выходы здесь а петельку не делаю и в общем для чего это ну как известно гуляя вот так по лесам всегда есть риск например там упасть какой-нибудь вот сучок вот вы видите дерево сучки вот такие вот вот ветви вот можно упасть например земли доп допустим торчит вы падаете и прям рукой на какой-нибудь сучок происходит ранение и так сказать всегда можно повредить например артерию если откроется артериальное кровотечение и в одиночку понятно что в идеале должна быть собой аптечка там жгуты и так далее но когда один если что-то такое происходит это надо лезть как бы суета наступает паника и вот такая вот веревочка с петелькой она позволяет в одиночку очень быстро совершить какую-либо манипуляцию конечно нужно знать хотя бы азы азы хотя бы анатомии где допустимо перетягивать руку и так далее но когда паника даже по первости если какая-то ошибка произойдет это конечно плохо можно потом будет поправить но паника есть паника в общем чем смысл вот петля это конец свободный эту петлю вот эту вот одну из петелек когда завязывается вторая петля можно одну из петлей сделать побольше пошире чем смысл упали допустим в один кровь бьет струей там фонтаном перекинули перекинули придерживать придерживайте конец быстро вставляете и вот выше например вот в данном случае здесь допустим это здесь поранил перетягивайте как вам нужно делайте натяжение и дальше обмотка хотя бы в таком виде понятно что это не идеально но по крайней мере это быстро степень натяжения комары степень натяжения вы регулируете вот петлю накинули эти вот она затягивается от раз затягивается и степень натяжения вот здесь вы регулируете сами да будет больно будет больно но по крайней мере ребята это быстро ну а дальше идете поддерживать их натяг как вам удобно и хотя бы хотя бы так это первое применение но повторюсь желательно знать азы анатомии чтобы все это делать в нужных местах ну а когда например я в городе когда я в городе иногда когда на выходах я делаю так вот одна петелька есть я например оставляю свободный конец вот так вот чтобы например можно было и руку перетянуть и если что например на ногу хватило в ответил что хватало примерно вот так вот я иногда делаю и вторую петельку вот так таком плане получается две петли и что здесь каков механизм действий допустим произошло то же самое там будет поранились от реального кровотечения там или из ноги бьет или из руки вы находитесь с кем-то хотя можно и в одиночку такие две петельки подбираете земли какую-нибудь палочку желательно по плотнее если она есть желательно по плотнее например на примере ноги перекинули между телек вставляете палку и у вас получается закрутка то есть крутите вот так крутите и получается закрутка организуйте нужную натяженность то есть так что как как нужно что перетянула палку закрепляете например после этого или рукой держите запоминайте время когда это произошло лучше записывайте если есть чем ну и дальше уже транспортируйте человека или себя в нужное место на голое тело конечно на голое тело на голую руку там или на ногу закрутки такие перетяжки лучше не делать потому что можно давлением травмировать ткани кожи подкожную клетчатку и так далее там можно подложить там куртку футболку какие-то там какую-то платки различные грубо говоря что какая-то прослойка между веревкой и телом было это в идеале но опять же главное не теряться не суетиться то есть вот это получается простая такая вот закруточка это получается простая закрутка делается также просто вот на руке пожалуйста вот ставил палку крутишь и она видите она перетягивает затягивать постепенно ну и можно регулировать степень зажатия которая определяется по фонтану который из вас бьет вот такую веревочку я на самом деле ношу с собой всегда уже она у готовит то есть или с одной петлей когда сам ну как бы тянешь и регулируешь степень это не совсем правильно должное натяжение не всегда удается создать хорошие у меня не было такой практики чтобы я это на себе испытывал но по ощущениям потому что когда с одной петлей сложнее сделать более сильную компрессию или с одной петлей или вот с двумя петельками такая веревочка у меня всегда лежит тут получается закрутка и тут уже степени закручивания зависит только от вас то есть можно как незначительно закрутить а можно и сильнее всегда в кармане при себе чтобы далеко если что не лазить чтобы было всегда под рукой но такая идея такая мысль пока ребята